Новую модель оплаты труда медицинских работников обсудили в Твери на зональном совещании руководители органов управления здравоохранения и профсоюзных организаций. Подобные крупные мероприятия уже состоялись в ряде городов. Съезд экспертов 16 января в столице Верхней Волжи был финальным и решающим. Как по-новому будут насчитывать зарплаты врачам, медсестрам, фельдшерам, санитарам и другим медработникам, а также когда новая модель будет внедряться, а во всех тонкостях в следующем сюжете. Подобные выездные совещания прошли уже в ряде регионов. В ходе обсуждений выявлялись недостатки существующей системы оплаты труда. Сейчас более чем в 30 регионах сумма устанавливается на уровне медучреждения. Главный здесь недостаток – непрозрачность. В структуре заработной платы преобладают стимулирующие выплаты. Причем не те стимулирующие выплаты, которые ежемесячно мы начисляем, а различные премиальные выплаты и прочие выплаты стимулирующие выплачиваем по решению руководителей. Такая ситуация наблюдается в регионах ЦФО. В том числе это приводит к оттоку кадров в столицу и, соответственно, к их дефициту в городах. Когда от Москвы до Твери всего лишь час с небольшим езды, и заработная плата различается у работников здравоохранения за одной и той же специальности практически в три, а то и в четыре раза, то понятно, что это серьезно вызывает маятнику эмиграции, когда люди ездят туда-сюда каждый день. Новая модель оплаты труда медработников стала ключевой темой ряда зональных совещаний. Так эксперты пришли к общему мнению, что нужно сравнять зарплаты в целом по стране. Мы с Минтрудом и разработали такую модель, в рамках которой оклады формируются по единой схеме, с применением единой расчетной величины, одинаковых коэффициентов сложности по группам должностей, ну и далее единые перечни выплат компенсационного и стимулирующего характера. Зональные совещания стали элементом комплекса мероприятий, реализуемых профсоюзом работников здравоохранения и Минздравом в рамках президентского гранта. Их цель – оказание практической помощи руководству и правкомам медорганизации в регламентации условий оплаты труда в конкретных ситуациях с учетом специфики профессиональной деятельности. Здесь мы послушали опыт других регионов, послушали проблемы и мы поделились своими, нам дали наработки, которые мы сможем использовать в дальнейшем. Сейчас новая модель оплаты труда проходит апробации в двух регионах. В общую систему планируется ее внедрить в 2025 году.